Преобразование успеха в территориальном управлении зависит от доверия людей к власти и совместной работы. Елена Зайцева, директор теруправления Ганусовская, во время отчета о проделанной работе за 2020 год именно с этих слов начала выступление. И если переходить к статистике, то у АО «Ульянинской УК» были произведены следующие работы. Частичный ремонт системы горячего и холодного водоснабжения в поселке Рылеево, в деревне Панино и деревне Нестерова, дом 17. По системе водоотведения был проведен частичный ремонт в поселке Рылеево в домах 2, 5, 9, 11 и 30. Ремонт электрощитов, локальный ремонт, а также были выполнены работы по замене электропроводки, замене лампочек в подъездах, опорной арматуры и ремонту отмостки. Ежегодно выполняются работы по зимнему и летнему содержанию многоквартальных дорог, тротуаров, пешеходных дорожек, детских и спортивных площадок. В 2020 году на эти цели было затрачено 5 миллионов 850 тысяч рублей. Обустроены 4 тротуарные дорожки, 2 к поселке Рылеево, к поселке Гамсово и в деревне Нестерова. Правильно было сказано о том, что перемены, которые происходят на территории, это залог успеха, потому как если перемены никто не замечает, значит это определенное снижение доверия населения к власти. Губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев именно так и говорит о том, что доверие жителей это самое дорогое, что у нас есть, и его нужно иметь, его не нужно терять, его можно добиться только путем выполнения тех обязательств и обещаний, которые на себя берет власть. Дороги общего пользования местного значения на территории территориального управления Ганусовская находятся на балансе администрации Раменского городского округа. И все работы по ремонту и содержанию данных дорог проводятся администрацией округа. В 2021 год запланировано ремонт двух участков дорог общей протяженностью 1 км 215 метров в деревне Жирошкино линия 3 и в деревне Нестерова проезд 3 и участок 2. В 2020 году выполнено комплексное благоустройство дворовой территории в деревне Панино по улице Новый у домов 20-21 с заменой малых архитектурных форм, лавочек и урн. Территориальное управление провело ряд плановых и внеплановых мероприятий. Расходы на облагораживание уголок покаж, внеозеление территории обрезка, опиловку деревьев, содержание и ремонт детских игровых спортивных площадок, освоенных в полном объеме на сумму 15 миллионов рублей. В 2021 году запланировано строительство двух контейнерных площадок в деревне Патрикеево и в деревне Вишняково, массив Магодетово. Стабильное и качественное предоставление коммунальных услуг населению ресурсоснабжающими организациями является их приоритетной задачей. Так, в отчетном году для ее выполнения раненскими теплосетями проведена прессовка магистральных и мультиквартальных тепловых сетей, проведена ревизия запорной арматуры котельных магистрал, капитальный ремонт крови здания котельных урлеевых и текущий план на предупредительный ремонт котельных урлеевых пальмов. В 2020 году состоялось долгожданное событие. Открылся новый фельдшерско-акушерский пункт в деревне Нестерова. Ранее медицинский пункт размещался в здании Дома культуры Лель. Теперь учреждение обрело собственное, полностью оборудованное и оснащенное помещение. Строительство этого медицинского учреждения проводилось в рамках государственной программы Московской области за распоряжение Подмосковья. Факт построен по типу модульных конструкций с квартиры для поживания фельдшера. Площадь строения 160 квадратных метров. В ближайшее время мы прорабатываем вопрос объединения Раменской и Броневских больниц в единое целое. Для чего? Для того, чтобы жители с этой территории могли спокойно выезжать в Броневскую больницу и проводить все необходимые исследования там. В 2020 году продолжили свою работу с интернет-порталом Добродел. За прошедший период поступило 163 новых обращений через этот портал. В 2020 году для решения вопросов местного значения в штате территориального управления осуществляли трудовую деятельность 10 сотрудников. Два сотрудника всех должности. Выражаю слова благодарности руководителям учреждений, принимателям, которые оказывают содействие и помощь. Совет ветеранов, гражданам, которые активно участвуют в решении важнейших вопросов. Вам, уважаемые жители, большое спасибо за внимание и поддержку, которую вы оказываете в территориальном управлении в решении главной проблемой. Всем жителям я хочу спасибо сказать за неравнодушие. Учитывая, что 7 марта сюда мне не удастся приехать, я хочу поздравить всех женщин с наступающим праздником весны. Пожелать всем участникам этого собрания всего самого хорошего. Как сказал батюшка, надеемся на милость Божью, что Господь поможет нам в совершении всего задуманного. Делаем, что можно и будь, что будет. Так, батюшка?